Это проект Смотри Хабаровск в студии Мариана Гейт. Сладкий мерч преобразились герои популярного мультфильма «Рай рюкзачки и спина к спине». Наш хабаровский мультфильм, наша кондитерская фабрика, компания на нашем телеканале сделана в Хабаровске. И у нас в гостях Илья Кузнецов, директор анимационной студии «Мечтолёт», Елена Калашникова, директор по маркетингу компании «Новаторг». Я предлагаю, мы начинаем сразу с рубрики «Не будь скромным». Так, это кто первый, кто первый? Кто самый нескромный? Давайте начнем с истоков. Выходит мультик «Спина к спине». Ой, выходит такой этот мультик. И сразу о достижениях. И сразу о достижениях. Да, в 2021 году впервые на экранах появился такой мультфильм «Спина к спине». Детская аудитория проголосовала за него, когда мы выбирали идеи, за которые его возьмемся. И вот, в общем, далее последовало там большое производство, длительное производство, сложный процесс. И в 2021 году мы появились на платформах, самых таких, можно сказать, ключевых платформах, онлайн-кинотеатрах России, плюс телевизионные каналы, карусель, мульт, ключевые. Вот, вот здесь не хватает удивления и радости ваших мультяшных рюкзачков, понимаете? Мы вместе с ними. Да, впервые детская аудитория, и не только детская, смогла увидеть этих рюкзачков. И, естественно, это было сделано для того, чтобы впоследствии появлялись какие-то дополнительные, кроме мультфильма, кроме контента, появлялись еще какие-то дополнительные товары. Мы к этому с уверенностью шли, что это случится, потому что эти иллюстрации, эти сами персонажи не очень нравятся детям. Так, переходим к следующей героине рубрики «Непутскому». А Грея должна была мне перейти. Да подожди, дай я что-то скажу. Елена, на каком этапе вы понимаете, ага, Хабаровский продукт выстреливает на медийном рынке? И кто кому? Вы? Новоторг выходит? Нет, Илья пришел к нам и говорит, а давай что-нибудь придумаем. Скромный Илья, давай что-нибудь вышел к нам с предложением. На самом деле коллаборация – это очень здорово, тем более местных производителей. Мне кажется, такого в Хабаровске еще не было. Одна компания, вторая соединились и произвели продукт. У них рюкзаки, у нас кексы, получились рюкзаки-кексы. Здорово. Рюкзаки и кексы. Нет, вообще, достаточно... Ну, почему нет? Можно они так почаще будут так делать? Сегодня много интересного будем рассказывать. Звукорежиссеры, пожалуйста, давайте почаще. На самом деле случилось следующее. Мы планировали, что рюкзаки будут набирать популярность на Западе и постепенно вместе с работой нашего партнера, лицензионного агентства «Бренд Форэнд», через крупные сети, эта продукция, которая будет выпущена по мотивам этого сериала, она постепенно дойдет до региона. Но случилась акция, в рамках которой было подарено 17 тысяч рюкзачков всем первоклассникам. И мы увидели по цифрам на наших платформах, на Ютубе и везде просто возросли, там, значительно возросли просмотры. И мы поняли, что за счет региона лояльность бренду, она начала увеличиваться. И у нас появилась идея поработать с местными производителями. Мы, значит, собрали данные, благодаря которым мы увидели, что 120 производителей в Хабаровском крае производят свой товар, выходят с ним на рынок. Из этих 140 мы выбрали 40 тех производителей, в продукты которых можно интегрировать, в принципе, наших рюкзаков. И мы составили письма и, в общем, как-то попробовали на этих руководителей все их выйти. И по итогу только один производитель, вот оказался «Новаторг», самые ребята активные, они говорят, а давайте, и тут уже они на нас вышли. Потому что достаточно интересно вот это все, как это, тем более, именно мультфильм интересный. Ничего такого нет. Хочется произвести что-то новое, что-то интересное, а главное, сделано в Хабаровске. Да, этим хочется гордиться. Конечно, мы везде пишем, сделано в Хабаровске, это именно гордость. И «Новаторг» 25 лет, довольно-таки стабильно развивающаяся компания. Поэтому мы не только торты, мы хотим быть еще кем-то, чем-то и, главное, интересным для Хабаровска. Елена, вам, как маркетологу, просто вот 5 баллов, потому что мимо вот этих прилавков в торговых центрах, где, кстати, размещается? Размещается в наших фирменных магазинах «Вкусная история». Они расположены в каждом районе города, их более 30. В наших розничных магазинах есть «Всё Максим». В самом главном фирменном магазине – это «Кандидерская академия» на почтовой 51. Предлагаю открыть, попробовать одну. Там бы также можете приобрести. Ну, то есть, это такой уникальный продукт. Кстати, здесь три в одном вкуса. Есть цукаты, один из них, есть с орехом полезные, да, и шоколадные. То есть, каждый найдёт что-то интересное и вкусное. Сразу видно, что у нас сегодня в студии профессиональный паркетолог. Вот продала. На самом деле, мы ещё обсуждали, надо ли делать упаковку, чтобы не было видно продукта. И поняли, что на начальном этапе надо, наоборот, делать прозрачную упаковку, чтобы было видно, что это за еда, как её вообще, ну, там, оценить глазом, есть этот продукт. И в самом начале случилось следующее. Я приезжаю, вроде как мы уже начинаем договариваться, вообще мы где-то полгода, ну, вот, обсуждали эту идею, создание. То есть, это долгий процесс, это вообще не быстрый процесс. Он так сразу не работает. Да, так сразу не работает. Во-первых, нужно было настроить производственную линию. Во-вторых, нужно было взвесить, оценить все эти вот вещи, там, финансы. Риски, логистика, да, вот это всё достаточно серьёзное. Юристы с их стороны, с нашей, то есть, смотрели, какие условия, всё это не просто. На выходе, кажется, так всё легкомысленно. На выходе, да, на выходе у нас... А давайте что-нибудь сладенькое. Да. Да. И, в общем, я приезжаю, а Лена говорит, вот у нас получились кексы, ну, как оцени. А я говорю, Лена, я, если честно, кушать не хочу, ну, давай чуть-чуть попробую. И получилось так, что я съел все три. Вот, я такой, ну, это... Да. Настолько вкусно. Это настолько, ну, правда, это вкусные, блин, кексы. Вот, я вот, я прям сразу оценил, я думаю, что это надо, да, масштабировать. Для меня лично это вот как раз-таки пример того взаимодействия, которого должно быть, ну, как бы больше. Потому что, ну, правда, дети узнают этот продукт, детям интересны эти ребята, рюкзаки. Они встречаются с ними, когда приходят в школу, потому что все первоклашки носят рюкзачки. Понимаешь, я прихожу, она говорит просто... Ну, вы навязывали эту историю ей? Нет, совершенно нет. Просто прихожу, показываю продукт, она говорит, о, я их знаю, я их видела, мультик. Она называет героев. Да, она знает героев, и это удивительно на самом деле, потому что я не показывала специально, ничего не рассказывала. Но мой ребенок, которому 4 года, знает. Илья, просто представь, я тоже хочу добавить немножко, это такой кайф, когда я иду со своей дочкой младшей, и она несет рюкзачок на себе, у нее вот, ну, ей по блату достался вот такой рюкзачок, вот, и, в общем, она несет такой рюкзачок, а сзади идет ребенок и говорит, мама, это Молли. У меня просто вот, у меня такой кайф, честно, внутри, я думаю, что все-таки... Хочешь, наоборот, сказать, это я, это я придумал, я сделал. Да, надо было, на самом деле, обойти ее, догнать, сказать, это я девочка. Ну, в общем, вот, узнают, и это очень приятно, на самом деле. А в каких странах еще узнают ваш мультфильм? Вы знаете, в какой-то момент мы начали смотреть, следить за тем, в Ютьюбе есть такая функция, можно посмотреть, в каких странах смотрят твой проект. И, на самом деле, Казахстан всегда был на втором месте. Вот, и мы подумали, что, в общем, надо попробовать туда зайти, и вот наш мультфильм показывается в Казахстане, и он там на казахском языке. То есть все. Это тоже было по-казахски. Я почему-то видела еще перевод на китайском, или мне показалось? Нет, не показалось. В Китае тоже мы делали адаптацию, локализовывали, выбирали актеров, там целый был кастинг. То есть всегда за вот этой картинкой есть огромное количество людей, которые работают по разным направлениям. Кто-то там бухгалтеры, юристы. То есть это, ну, все, очень огромное количество документов. Документ, наоборот, вообще, ну, просто невероятно большой. В общем, творцы, маркетологи сейчас подключаются к этому. То есть я хочу добавить, что это не просто. У нас была сначала прозрачная упаковка, потом мы все-таки коричневую подключили. Прозрачная, с новоторг много, мало, не хотелось переборщить. То есть именно переборщить, именно такой продукт уникальный хотелось создать, который бы нравился всем. Лена, как вы думаете, кексы вот такие едят в Китае? Почему нет? В Китае вообще едят все. Надо выходить, получается. Конечно, сейчас мы только запустились. При том, что это не только Хабаровск, это Дальний Восток. Там Хабаровск, все прилежащие районы. Там у нас есть тоже наши фирменные точки, они там тоже в продаже. И вот, кстати говоря, про Китай. Я скидываю нашему партнеру вот этот вот ролик, где рюкзаки там говорят, а-ля в Сладколандию будем есть рюкзаки, кексы. Он говорит, дай мне права на мерч. Мы будем заниматься в Китае мерчем. Там мы вышли уже на 19 платформах. И вот в декабрьская новость буквально мы вышли на платформе Tencent. Она входит в тройку лидеров по покрытию аудитории. Вот здесь вау! Опять, это уже он на китайском вау сделал. Отличаете, да? Да. И там, в общем, тоже закручивается вся эта большая история. Чтобы понимать, контент в Китае заходит немножко дольше. То есть нужно больше времени для того, чтобы он стал узнаваемым. К примеру, свинка Пепа набирала обороты порядка 4 лет. Но, тем не менее, сейчас на рынке они достаточно хорошо себя чувствуют. И с разной группой товаров. А вы уже сколько там шагаете? Мы шагаем, у нас всего лишь год, мы там показываемся. Но вроде бы как цифры хорошие, поэтому многообещающе. Надо будет трудиться. Ну, Китай все очень быстро съедает. Им 26 серий, которых 26 эпизодов, которые мы сегодня локализовали и вывели на их экраны, их сегодня недостаточно. Они просто это съели, они говорят, хотим еще. Мы говорим, подождите, мы говорим, не хотим ждать. И вот мы сейчас торопимся, производим второй сезон. В этом году, я надеюсь, мы его закончим и попробуем даже успеть локализовать. И тоже будем выводить на рынок. И в том числе и здесь у нас в России эти новые серии будут появляться уже в ближайшее время. Мы уже и хотитровали, они уже лежат готовы. Там первая партия второго сезона. Это тот пример, как должна развиваться. И может развиваться креативная индустрия здесь у нас. Казалось бы, да, в небольшом городе. Да. А вот так глобально. И нам на самом деле, если от частного к общему переходить, то действительно мы сейчас проделываем этот путь мечтолетом. И очень бы хотелось, чтобы другие направления, кино, музыка, наблюдая за тем, что мы делаем... Слушайте, у вас тут совместная работа союз с пультфильмом, да, предстоит? Да. Об этом совсем недавно. Сразу глаза так заблестели. Заблестели. Все, я готов про все разговаривать. На самом деле, на прошлом фестивале в городе Суздаль, это самый большой фестиваль, российский фестиваль анимации, куда съезжаются все-все-все. Мы презентовали идею авторского фильма «Человек, который провожал поезда». И вот там как раз таки... Вы уже видели? Нет еще? Просто вдруг какой-нибудь торт предстоит сделать. А мы готовы? В виде поезда такой торт. Или перона. В общем, мы представили эту идею. Союзмультфильм выбрал ее. И мы пожелали вместе с ними, попросили вместе с ними произвести этот продукт, потому что у Союзмультфильма большой опыт производства именно авторского кино. И мы хотели бы эту компетенцию перенять. Елена, допустим, рассматривали ли вы других производителей, с кем бы вам, допустим, еще неплохо было бы поработать совместно в коллаборации из местных? Пока нет. На самом деле, это первый опыт наш, где в коллаборации мы работали с компанией. Или ждете, допустим. Почему эти люди не обращаются к нам? А почему? Нет, на самом деле не ждем. Мы открыты, пожалуйста, все, кто хочет. Мы будем рады видеть и рассматривать предложения. Потому что мы все-таки развивающаяся, динамичная компания, которая хочет представлять разные продукты на рынке. Ну вот такой уже пример есть, пожалуйста. Можно брать за основу, да? А у вас дальнейшая история какая? Вот, допустим, с рюкзачками спина к спине. Мерч какой? Сладкий уже есть? Теплый, сувенирный? Сладкий, теплый, все хотим, если честно. Рюкзаки вот я вижу. Да, я вот хочу, чтобы вот как раз-таки наш сегодня, наше взаимодействие с компанией «Новаторг», оно было примером для других компаний, что вот смотрите, ребят, вот так может выглядеть эта работа. И здесь вот от нас огромное спасибо, от нашей компании «Новаторг» за то, что они решились на этот шаг. Потому что раньше производители в эту сторону вообще не ходили. То есть это нонсенс какой-то, что на региональном рынке кто-то вступил в такую коллаборацию, подписал там лицензионный договор, настоящий там на 30 листах, и все это по-настоящему взяли и организовали. Юридически, производственно, вот все как-то правильно. Вот, и это первый шаг, и я надеюсь, что в дальнейшем будут еще там шаги с другими компаниями. Будем развиваться. Вот такие рюкзаки мы увидим, я просто знаю, что это тестовый вариант, это вы сейчас приготовили для тех, кого вы выбираете из производителей. Увидим. Сейчас мы активно занимаемся. Нам нужно сначала сделать, как вы сейчас заметили, тестовый образец, чтобы он там понравился детям. Потому что уже третий рюкзачок вот такой носит моя дочь, и она мне говорит, а я записываю. Здесь вот мне жмет, а здесь вот лямки... Замок разошелся. Да, замок разошелся. А здесь лямки по-другому должны быть пришиты. А вот у рюка... Хорошо, что есть испытуемый. Да, 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 да. У меня был сначала один испытуемый, а она подросла чуть-чуть, следующий пошел. Вынужденная ситуация просто. Было бы здорово. Маленькая, больше, средняя. То есть разный. Еще одна, да? Да, да. Чемодан следующий вариант. Надо третьего ребенка, чтобы можно было и дальше тестировать. В общем, это тестовый образец. Это уже, не знаю, пятый или седьмой вариант. Мы сначала отшили это здесь, в России. Поняли, что нам нужно смотреть где-то, может быть, в Азии подешевле производство. Сейчас мы оттуда получили тестовые образцы и вроде ничего. И сейчас там пару корректировочек, и, возможно, мы будем организовывать уже более-менее большие партии. Попробуем на региональном рынке. Если пойдет... Да, я думаю, что наши маленькие зрители ждут. Вы большие, молодцы. Слов не хватает. Чувствуется к концу дело идет. К концу дело идет, да. Да, увы, мы тоже ограничены, понимаете. Вам ли не значит, что время деньги. Сейчас предлагаю разыграть, что объявить розыгрыш. У нас на телеграм-канале, телеканала Хабаровска, будет розыгрыш. Нужно написать комментарий под... Мы выкладываем это интервью туда. Комментарий, новоторг плюс мечтолет. Разыгрываем сладкие призы. В рандомном режиме наша редакция потом выбирает. Как вам такое? Согласны? Да, конечно, согласны. Надо накормить срочно детей этими рюкзак-кексами. Что нужно, куда написать? Говорите, я буду сам писать уже. Не, вам не надо. Поверьте, у нас найдется много желающих. Вам писать не нужно. Участвуйте. У нас в гостях были Илья Кузнецов, директор анимационной студии «Мечтолет», и Елена Калашникова, директор по маркетингу компании «Новаторг». Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Марьяна Гейт, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова